для начала мне бы хотелось поблагодарить своих подписчиков которые помогают развитию канала скидываю свои донаты на карту юлия сергеевна ю 300 рублей спасибо большое тебе спасибо юленька всем привет друзья сегодня у нас ролик такой как бы сказать для рукожопов что это значит это значит что сегодня мы тестируем камеру 6d mark 2 canon и объектив крутой каноновский 16 35 миллиметров но самое главное тестируем мы не это мы тестируем автоматические настройки камеры как это все камера снимает то есть если вы ничего не понимаете в видеосъемке не читали ничего не умеете настраивать в мануальном режиме есть такой режим авто и это значит камера будет делать за вас все диафрагму исо баланс белого на все будет делать за вас и давайте же сегодня посмотрим как будет это работать на камере если вот вы ничего не умеете просто вам дать вот это вот дорогое оборудование которое у меня сейчас в руках и посмотрим мы сейчас будем в тени выходить на солнце в тени на солнце и вы посмотрите как это выглядит с автоматическими настройками а потом я все то же самое проделаю с ручными настройками проверим где будет лучше в данном моменте итак начинаем над рекою отпускай ворох мыслей и узнай там где птицы спорят с ветром светлая печаль итак автоматически полный режим мы идем в солнце с тени пошли вот друзья мы с вами идем все хорошо пока но вдруг на нас выстреливает солнце сколько камера будет перестраиваться непонятно я ничего не вижу солнце слепит прямо в меня мы снова заходим в тень и камера быстренько должна перестроиться так мое лицо стало заметным выходим снова на солнце вау вы сами все видите как можно заметить с различными условиями освещения фотоаппарат canon 6d mark 2 в автоматическом режиме справился хорошо единственное что я сделал в программе видеомонтажа это добавил контрастности и насыщенности потому что эти два показателя я убавлял самой камере перед съемкой также друзья мои хочется сказать сразу что это были автоматические настройки но это была отключенная стабилизация то есть давайте еще раз я сейчас просто пройду боком не поворачиваюсь к солнцу и еще раз посмотрим как я иду по неровной траве вот посмотрите трава неровная трава поле здесь все в буграх я иду на вытянутой на вытянутой руке вы сейчас видите сбоку как это выглядит на вытянутой руке держу камеру как это все трясется потом включим стабилизацию идем по полю сеятель мне не хватает зерна знаете чтобы так начинать сеять вот так это идет то есть камера подрагивает до этого мы снимали с вами на автоматических настройках и без ну с полностью отключенной стабилизации сейчас мы включили первый уровень стабилизации и это небольшой кроп потом еще будет второй уровень стабилизации будет еще больше кроп и посмотрим как это вообще отразится на картинке потому что чем больше включаешь стабилизацию тем хуже работает автофокус ну давайте будем смотреть пошли вперед хопаньки идем по полю рука трясется точно так же вытянутая рука камера достаточно тяжелая у меня два аккумулятора в ней батарейная ручка на варианте справа мы сразу видим что эффект трясущейся руке лкаша стал заметно меньше но и картинка здесь кропнулась так автоматические настройки камеры и теперь второй уровень стабилизации который вообще типа должна плавность картинки делать все что я снимаю я снимаю на 24 миллиметра то есть мой объектив он от 16 до 35 и 35 миллиметров это без искажения 16 это уже такое ближе близко приближенно к рыбьему глазу все что меньше 35 миллиметров у тебя получается увеличивается эффект рыбьего глаза ну давайте пройдемся сейчас вот так вот как это выглядит все точно так же камера трясется рука трясется человеческий организм на вытянутой руке даже такой спортсменский как я не может у голубя съели перья какие-то кадр справа стал еще больше от изначального и картинка стала совсем уж плавной да и на ухудшение фокуса камеры это не повлияло так ну вот мы с вами поснимали на автоматических настройках сейчас у нас начну настройки ручные стоят и баланс белого был до этого он атмосферный есть баланс белого еще второй который именно приоритет белого баланса баланса белого то есть я снимал на атмосферном обычно я снимаю на балансе белого но это на улице дома я всегда выставляю вручную ручной баланс белого давайте сейчас посмотрим вот сейчас вы видите картинку в тени почти в тени солнце постоянно перемещается вот сейчас вы видите картинку в тени можете сравнить у нас сейчас автоматический фокус автоматический баланс белого и все все остальное у нас статичное стоит диафрагма исо выдержка все у нас стоит автоматически ручное в чем минус ручных настроек в тем что нельзя выйти на светлую светлый участок незатененный и вот я весь засвеченный и ничего не нельзя сделать не перестраивается камера потому что это ручные настройки в этом ручные настройки они гораздо хуже чем автоматически но с ручными настройками гораздо лучше можно выстроить картинку свою и на настоящий профессионалы конечно снимают отдельные сцены в тени потом перенастраивают выходят на яркий свет солнечный перенастраивают там все но это не подойдет если вы в режиме вот лайф идете где-то и у вас деревья мелькают вот как здесь здесь вот стоят деревья и вы проходите вот видите вот тень стоит вы заходите в тень выходите на солнце и если вы будете на ручных настройках так все снимать у вас получится билиберда будет засвеченная харя либо черная харя в тени в зависимости от того на какой свет вы настраивали камеру поэтому автоматически настройки камеры канона не конечно же спасают для вот таких вот пеших прогулочек когда мы пошли куда-то вот поэтому вот так выглядит это в тени на ручных настройках сейчас мы переходим в свет вам подкручиваем фильтр честно говоря когда солнце шпилит в лицо очень тяжело это делать какой из этого всего вывод можно сделать друзья мои что вывод в том что настройки автоматически на камере они конечно же нужны и спасают вас от съемки в путешествии в езде вы едете на машине где мелькают деревья или еще что-то там конечно автоматические настройки вас спасают потому что постоянно крутить фильтр свой или постоянно перенастраивать что-то когда быстро меняется освещение вокруг вас это неудобно и невозможно потому что переходя из одного места и снимая в разных местах освещенности коротенькие сценки там только ручные настройки конечно но здесь автоматика канона автор отрабатывает в принципе очень даже добротно и это будет на руку тем кто пока хочет уже начать снимать какие-то блоги свои влоги или там еще что-то но не фильмы конечно фильмы только на ручных настройках делаются но если вы хотите снимать блоги то пока вы не научились еще делать настройки ручные хорошие автоматика канон вас спасает я не знаю как на других камерах все происходит у канон это все выглядит достаточно прилично так теперь автоматические настройки снова мы вернулись и теперь баланс белого не на приоритете атмосферы на а на приоритете белого и давайте мы без пробежимся просто из тени на солнце пробежимся без стабилизации вообще и посмотрим как это будет со стабилизацией побежали камера в руке побежали главное не упасть камера стоит до хрена сейчас все то же самое и первый уровень стабилизации и снова мы побежали баланс белого все также на приоритете белого стоит опачки пошли так ну и последний самый мощная стабилизация цифровая которая есть и мы с вами сейчас снова пробежим самое главное здесь как фокусируется камера при всем при этом автоматические настройки камеры также стоят приоритет белого в балансе белого стоит но самое главное как фокусировка держит лицо во время движения когда камеру шатает и ну естественно кроп больше но последняя наша пробежка побежали хопа ну что я запыхался бегать основа вернул наручные настройки все и у нас сразу хочется сказать результаты вы видели сами хочу сказать одно что для каких-то блогов по движению по экшену какую-то конечно нужно экшен камера потому что она маленькая легонькая вот такая дура как у меня она конечно хорошо когда вы снимаете с двух рук и точно не влог ей можно снимать влог но это очень тяжело даже я спортсмен который достаточно часто тренирует свои мышцы каждый день тренирует свои мышцы мне тяжело нести вот эту дуру на выдвинутой руке и себя снимать это просто если у вас ну вот так вот получилось нет ничего под рукой вам нужно идти можно да идти и снимать все это дело на мускульной силе на своей но это не очень удобно и я уже честно говоря устал хотел в плоском профиле поснимать нет снималось все стандартном профиле и с автоматикой и с ручными настройками только с убавленной насыщенностью и с убавленной контрастностью и с немного убавленной резкостью потому что иначе получается ну не так киношно выглядит как она должно быть с плоским профилем еще более киношно получается но снова бегать все это и с ним перед переснимать я уже заколебался отсюда вывод друзья мои такая камера большая снимает конечно же здорово и и автоматика отрабатывает все замечательно но я собираюсь брать экшн камеру конечно же и все свои влоги в дороге сейчас на самокате самокат купил и электро буду тоже на нем ездить снимать тоже крепление вот экшн камера как раз пригодится всунул в карман достал маленький складывающийся трипод в монопод складывающийся сделал и привет и ходишь бед не знаешь моя камера canon у меня к ней принципе нет никаких претензий кроме парочки шероховатостей во первых что мне не нравится в этой камере это маленький битрейт записи у нее всего лишь 30 например те же sony по-моему снимают в битрейде 100 елс are новые камеры canon цифровые уже не зеркальные как у меня цифровые там по моему битрейт 400 вообще идет с ума сойти насколько я помню это для 4k что ли ну там вообще другие другая другое попадание информации в камеру из при обработке в программе видеомонтажа конечно у вас можно больше всего вытягивать плюсом конечно же это всего лишь 8 бит эта камера пишет и не 10 даже я уже не говорю про 12 которые некоторые камеры с ну самые современные могут писать вот это два самых главных у меня претензий так во всем остальном эта камера шикарно я не пожалел что ее купил а маленькая битность это плохо и маленький битрейт это тоже плохо все остальное камера canon конечно же отрабатывает на ура супер ну и вот сейчас я стою картинка у меня в стандартном профиле давайте сейчас не бегая я просто включу то же самое сейчас сниму поговорю еще 30 секунд с плоским профилем и посмотрим потом как это будет покрашенный профиль плоский и вот такой так чтобы быть совсем честным по автофокусу я не забыл выключить максимальную стабилизацию видео от этого немножко может шалить фокус сейчас я выключил и тоже в стандартном профиле не в плоском профиле который еще расширяет динамический диапазон а в стандартном профиле записываю отключаюсь и перехожу в плоский профиль так вот ручные настройки из автоматики здесь автоматический баланс белого и автофокус все остальное ручные настройки здесь стоит снимаем на 24 миллиметра точно так же и в самом конце мы перейдем на 35 миллиметров когда нет искажения вот это вот рыбьего глаза вот если вам показать то в режиме вот так вот так это не только не то кольцо вот у нас 16 миллиметров вот у нас 35 миллиметров вот у нас 24 миллиметра так ну вот сейчас я бы говорил в плоском профиле сейчас мы плоский кровь профиль красим хоп плоский профиль мы покрасили и вот так это выглядит в плоском профиле судить вам о том какая картинка лучше конечно же для меня конечно же плоский плов профиль он лучше там при раскраске дает больше всего больше возможностей по цветокоррекции но в чем преимущество стандартного профиля где вы просто убавляете чуть контрастность насыщенности и слегка резкость дропа эти в том что такая запись практически не нуждается ни в какой обработке то есть ее можно сразу можно даже брать просто стандартный профиль и вообще ничего с ним не делать снимать и выгружать это сразу куда-то и это будет как вот птушкин ездит путешествовать он по-моему только iso делает iso делает ручные настройки яркость по вашему да все остальное у него делает автоматика и он это выкладывает практически ничего с ним не делает все друзья был рад с вами поделиться камера прекрасная 6d mark 2 камера прекрасная брал я ее за 100 тысяч рублей за объектив я отдал еще больше 145 тысяч рублей это действительно топовый объектив с постоянной светосилой то есть от того как вы меняете диафрагму у вас не падает яркость и такие объективы конечно же намного дороже чем те у которых яркость меняется так ну и вот мы перешли в 35 миллиметров напоследок самый плоский профиль 35 миллиметров это то что не искажает не искажает картинку то есть не делает вот это вот за счет уменьшения вот этих миллиметров переходя с на более маленькое значение там в 16 например да вот можете вот так вот сделать смотрите и мое лицо но вытягивается да попадает больше всего в кадр вот можете посмотреть по стене да вот у меня сейчас палец стоит на грани на грани кадра да я возвращаю в 35 обратно и вот у меня пол руки нет видите я руку на не убирал с места но зато у меня лицо уже не вытягивается поэтому всегда когда есть возможность отойти от камеры всегда снимайте от 35 миллиметров и выше если вы снимаете ниже у вас будет больше в кадр попадать но если у вас то вы сидите в машине вам камеру некуда отодвинуть конечно снимаете на назначение меньше чем 35 миллиметров и у вас все влезет в кадр но лицо будет страдать также как страдал сегодня я потому что бегать с вытянутой рукой с этой дурой не знаю сколько на килограмм весит поставьте за это мне лайк если вам было интересно напишите свои комментарии из четырех слов минимум и да пребудет с вами сила друзья мои пока